Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге «Три великие старухи» от коллектива редакторов. Фаина Раневская, Ирина Зеленая, Татьяна Пельцер. Три героини этой книги и каждая великая женщина-театр и на сцене, и на съемочной площадке, и в жизни. Театр этот поднял свой магический занавес в детстве, продолжился в юности, а затем в массе сложных, казалось бы, непреодолимых препятствий достиг вершины зрелости к концу XX века. Три грандиозные женщины, актрисы от бога, наверное, самые знаменитые и самые популярные за всю историю отечественной кинематографической и театральной жизни. Старшая Фаина Георгиевна Раневская, средняя Ирина Васильевна Зеленая, младшая Татьяна Ивановна Пельцер. Все ровесницы XX века. У каждой из них десятки ролей в кино, знаменитая легендарность и чрезвычайно драматическая судьба. Дочь бедного нефтепромышленника. Настоящая фамилия Фаины Раневской Фельдман, и даже отчество у нее не Георгиевна. Отец Фаины, Герша Хаймович Фельдман, был весьма состоятельным человеком. Владельцем нефтяных промыслов и фабрики сухих красок, 348-местного пассажирского парохода Святой Николай, нескольких домов и магазинов в Таганроге. Их семья жила в этом цветущем приморском городе, в большом двухэтажном доме из красного кирпича. У моего отца был даже собственный дворник, не только пароход, не без гордости вспоминала актриса. Понятно, в детстве Фаины Фельдман ни в чем не нуждалась. В доме за детьми, кроме горячо любимой матери, присматривали бомбы и гувернантки. Раневская рассказывала, что когда уже в советские времена ей предложили написать автобиографию, она начала ее так «Я дочь небогатого нефтепромышленника». Это звучало как насмешка. Можете ли вы себе представить бедного нефтепромышленника? Понятно, что дальше этой фразы делал с автобиографией так и не пошло. С приходом Октябрьской революции беззаботная жизнь с отдыхом на лучших заграничных курортах и нарядами из Парижа и Вены кануло в лету. В конце 1917 года, не дожидаясь еврейских погромов, Фельдмана уплыли на Святом Николае в Турцию. Фаина же единственной из семьи, эмигрировать из России наотрез отказалась. Совсем молодая, она отваживалась остаться на родине. Без близких, без денег, ибо не мыслила своей жизнью вне русского театра, лучше которого в мире нет. Но главным, по признанию актрисы, было то, что она не могла оставить землю, где похоронен Пушкин, и где каждое дуновение ветра наполнено страданием и талантом твоих предков. Это ощущение родины – моя жизнь, записала она в своем дневнике. После революционной России Раневская страшно бедствовала. Рассказывают, в какой-то момент она, скрипя сердце, вынуждена была обратиться за помощью к нынешнему Непману, в прошлом деловому партнеру своего отца. Но советский буржуй деликатно отказал ей. Извините, сударыня, поймите меня правильно, дать в долг дочери самого Фельдмана мало я не могу. А много при нынешней власти у меня уже нет. Похоронные принадлежности. В старости Фаина Георгиевна часто вспоминала свое детство. В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих. У дворника на пиджаке медаль. Мне очень она нравится. Я хочу такую же, но медаль дают за храбрость, объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок достойной медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть. И чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть. И за это мне дали медаль, как у нашего дворника. И мечта Раневской сбылась. Почти. Каких только правительственных премий и званий, она была неудостойна при жизни. В частности, Фаина Георгиевна стала народной артисткой СССР. Трижды лауреатом Сталинской премии, кавалером Орденов Знак Почеты, Трудового Красного Знамени и Ленина. Только вот медали за спасение утопающих на ее столь богатом иконостасе так и не было. Когда уже в преклонном возрасте Раневская получила новую квартиру, друзья предложили помочь ей перевезти немудреный скарб. Причем посоветовали переезжать затемно, дабы соседи не узрели, как бедно живет всенародная любимая актриса. На что Фаина Георгиевна заявила, ничего, народ поймет. После переезда друзья расставили мебель, разложили вещи по местам и уже собрались уходить, как вдруг Фаина Георгиевна, схватившись за сердце, обеспокоенно заохала. Бог ты мой, а где же мои похоронные принадлежности? Друзья мои, куда вы сунули мои похоронные принадлежности? Я уже давно дышу на ладан, и они могут понадобиться в любую минуту. Не уходите же, разыщите их. Я потом сама ни за что их не найду. Все бросились на поиски этих похоронных принадлежностей, не совсем понимая, что же, собственно, нужно искать. И вдруг Раневская радостно воскликнула. Какое счастье! Они нашлись, мои посмертные причиндалы! И с гордостью продемонстрировала всем скромную картонную коробку, видимо, из-под обуви, где хранились ее многочисленные дорогие ордена и медали. На коробке было нацарапано рукой Раневской похоронные принадлежности Ф. Г. Раневской. Забирайте все. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Отличная книга. Состоит из коротких историй из жизни актрис, их крылатых выражений, фильмографий, черно-белых фотографий и еще чего там только нет. Для тех, кто интересуется этими легендарными женщинами, непременно рекомендую к прочтению. Это одна из самых любимых книг. Легко читается. В этой книге вы найдете все. И биографию, и смешные моменты из жизни этих удивительных женщин. Есть над чем подумать и даже пустить слезу. Прочитала на одном дыхании. Рекомендую. Получила массу удовольствия, читая о любимых актрисах. Несколько тяжеловато написана часть Апельцер, но это компенсируется массой интересных и ранее неизвестных фактов. Очень рекомендую. Книга необычайная. О великих, интересных артистах написана простым, доступным языком. Книга необычайная. О великих, интересных актрисах написана простым, доступным языком. Много интересных, неизвестных фактов из их жизни. Фаэна росла очень сентиментальной, впечатлительной девочкой. Возможно, эти черты она унаследовала от своей матери, Милки Рафаиловны, натурой экзальтированной, поклонницы литературы, искусства, страстной почитательницы таланта своего таганрогского земляка Чехова. Узнав из газеты о смерти обожаемого ей Антона Павловича, она несколько часов проплакала на взрыв. Милка Рафаиловна старалась пробудить в детях чувство прекрасного, прививая им любовь к классической музыке, театру, хорошим книгам. Однажды, в возрасте 11-12 лет, Фаэна впервые увидела фильм в красках. Техники цветного кино тогда не было, скорее всего, пленка была раскрашена вручную, как флаг в плененосце Потемкине из Эйнштейна. Это была сцена страстного свидания возлюбленных из Ромео и Джульетты. Невозможно описать восторг девочке. После фильма ей непримерно хотелось что-то большое, необычное, как рассказывала сама Раневская. В совершеннейшем экстазе от увиденного на экране она кинулась к своему сокровищу – копилке в форме фарфоровой свиньи, наполненной собранными за многие месяцы монетами. Это была родительская плата за то, что девочка мужественно пила ненавистный рыбий жир. Фаина схватила копилку и, без сожаления, разбила ее об пол. Все деньги Фаина раздала бедным соседским детям. «Берите, берите, мне ничего не нужно», – как заклинание повторяла она. Уже в глубокой старости Раневская, вспоминая этот случай из далекого детства, с грустью записала в своем дневнике. «И сейчас мне тоже ничего не нужно, мне 80. Даже духи из Парижа, мне их прислали, подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить. Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему. Совершенная бездарь». В отличие от своей старшей сестры, симпатичной и общительной Беллы, Фаина в юности была малопривлекательной, застенчивой, неуклюжей, одним словом, настоящий гадкий утенок. Судя по высказываниям самой Раневской, она не чувствовала себя счастливой даже в благополучном родительском доме. «Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве». Трудно понять, почему, живя в добропорядочной, состоятельной буржуазной семье, где у нее были еще старшие брат и сестра, любящая мать, девочка чувствовала себя незаслуженно обиженной и одинокой. Возможно, причина ее повышенной ранимости – легкое заикание, которым она страдала от рождения. При волнении заика незаметно усиливалась. Боясь насмешек, Фаина избегала сверстников. Ни с кем не дружила, прогуливала уроки. Учеба в женской мариинской гимназии давалась Фаине с большим трудом. Она отставала по большинству предметов, училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок она так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому всегда и по сию пору вечно без денег – признавалась впоследствии Раневская. В назидании учителя даже вручили нерадивой ученице медальон с надписью «Лень – мать всех пороков», который будущая актриса с некоторым вызовом носила. В итоге Раневская вынуждена была заниматься на дому, прибегнув к услугам кувернантки. Единственное, что Фаина по-настоящему увлекала – это книги. Читала она за поем. А еще эту заикающуюся, долговязую, рожеволосую провинциальную девицу безумно манила сцены. Простые люди только могли мечтать о театре, а взбалмошные сыновья и дочери обеспеченных родителей, вроде меня, стремились зачем-то попасть на сцену. С жиру бесились, как сказал бы наш дворник, рассказывала Фаина Георгиевна. Ничего не могло поколебать ее стремление стать актрисой. Несаркастический совет отца – почаще и повнимательнее смотреть на себя в зеркало. Сложно вообразить себе Афелию с таким носом. Не то, что ни в одной из театральных школ Москвы ее не приняли, как она сама признавалась, по неспособности и из-за плохих внешних данных. На одном экзамене у нее даже случился обморок после убийственного вердикта преподавателей. Девушка, у вас на лице написано «профессиональная непригодность». Известно, что в 1915 году Раневская пришла к директору одного из подмосковных театров с рекомендательным письмом от его давнего знакомого, известного антрепренера. На самом деле, тот просил друга деликатно послать куда подальше подательницу с его письма. Антрепренер писал, что это дамочка и театр – две вещи несовместные, и поэтому нужно каким-то тонким намеком объяснить глупышке, что делать ей на сцене нечего, и абсолютно никаких перспектив у нее нет. Сам же он отговорить упрямицу от актерской карьеры не смог, потому и обращается за помощью к другу. «Это совершенная бездарь», – звучал окончательный приговор антрепренера. Женщина-театр. «Профессию я не выбирала», – говорила Фаина Георгиевна. «Она во мне таилась». И еще в детские годы ей нравилось изображать совершенно разных людей. Актриса записала в дневнике, испытывая непроодолимое желание повторять все, что делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значение которых поняла только взрослый. Изображаю всех, кто попадается на глаза. Актриса себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале, посмотреть, какая я в слезах». Путь Раневской к актерскому призванию был долг и тернист. Вначале Фанни пришлось поработать статисткой во второсортных антрепризах и в цирковой массовке. Потом в жизни молодой Раневской были десятки провинциальных сцен, сотни мелких и крупных разноплановых ролей, сыгранных на них. Почему-то актрисы ни разу не снялись вместе ни в одном кинофильме и не сыграли в одном спектакле. На чьей совести это упущение, авторы книги не дают ответа, зато предлагают вспомнить их разнообразные роли, многие из которых были не очень большими, но гениальными. А еще под одной обложкой редакторы постарались разместить очень хорошие рассказы о них. И главное, их собственные яркие откровенные рассказы о себе. Все три были подругами долгие годы. Пельцер души не чаяла в Раневской, Раневская в Пельцер, Рина Зеленая в них обеих, а обе они в Рине Зеленой. И это при том, что они иногда ругались, а иногда и подшучивали друг на другом. Все три выдающиеся актрисы с подчас безжалостным отношением к искусству перевоплощения. «Я не признаю слово «играть», — настаивала Раневская. «Играть можно на скачках, в карты, в шашки, а на сцене нужно жить». Найти книгу можно в отделе литературы по искусству нашей библиотеки. А вы читали знаменитые истории актрис? Делитесь в комментариях.